Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить очень важную и интересную тему. Я думаю, она очень актуальна в связи с сегодняшним обновленным содержанием образования. Также хочется отметить, что эта тема часто многих волнует. Некоторые не знают, как правильно к ней подойти, как правильно ее использовать. Но прежде чем мы начнем, пока люди подключаются, я, наверное, начну с того, что сегодня мы учимся с вами в таком формате обучения, где нам, безусловно, в первую очередь нужно готовить детей, скажем так, к тем правилам, к тем навыкам, которые они будут использовать, эффективно использовать в своей жизни. Ну и наиболее такими популярными навыками являются, конечно же, навыки функциональной грамотности, читательской грамотности, информационной, критическое мышление. И все эти навыки, безусловно, важны. Сегодня мы работаем в таком режиме, где наряду с тем, что мы даем детям по предметам, но также и категоринг жизни. Поэтому, я думаю, актуальность темы достаточно обусловлена. И поэтому сегодня мы поговорим о том, как же мы можем использовать в практике практикоориентированные задания и дифференциацию. Тема вебинара «Разработка и применение дифференцированных и практикоориентированных заданий». Ну, прежде чем мы начнем, давайте, наверное, обратим внимание на следующий рисунок. Это такая картинка пластиковой бутылки, пустой пластиковой бутылки. И давайте попробуем с вами написать 20, а может у кого-то больше получится, способов использования пустой пластиковой бутылки из-под воды. Как вы можете ее использовать в своем быту, в своей жизни, вообще в любой деятельности? Пустую пластиковую бутылку. Пожалуйста, коллеги, буквально минутки 2-3 можете себе записать и запомнить, и назвать 20 способов использования пустой пластиковой бутылки из-под воды. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, коллеги, в принципе, время уже прошло. Давайте попробуем с вами обсудить, что у нас получилось. Итак, 20 способов использования пустой пластиковой бутылки из-под воды в нашей жизни, в быту. Итак, у кого что получилось? Так, можно, да? Да, конечно. Я, например, могу использовать для посадки рассады, для способов сбора всякой мелочи в быту, для украшения огорода или двора можно что-то использовать. Так, и сделать грядки классные получаются, наверное, я так думала. Правда, не пробовала. Спасибо большое. Так, у кого еще что получилось? Можете добавлять? Сливные трубы соединить с них можно. Так. Подставку до туалетной бумаги можно с нее сделать. Угу. Ну, посуда и подделка уже говорили. Посуда, подделки. Так, хорошо. Еще. Где мы можем использовать эффективно пустую пластиковую бутылку? В качестве коронного бутылка, возможно, можем использовать для хранения чего-либо, в качестве цветочного горшка. Так. Хорошо. И можно для хранения жидкости какие-либо, можно для декорации разные макеты, цветы сделать или что-нибудь подобие цветов. Также из него сделать осенний макет или для, допустим, сада. Еще можно сделать в качестве пенала для ручек или других мелочей. Угу. Спасибо большое. Ну, смотрите, у всех какие очень интересные разные, да, способы использования этой бутылки. На самом деле, способов, я думаю, сто насчитать можно точно. Да, главное, чтобы была фантазия, креативность и простую обычную пластиковую бутылку можно замечательно использовать в своем быту, дома, на даче, где угодно, да. Также можно ее декорировать, ее можно создавать возможные игрушки, да, пластик можно красиво вырезать, ну и так далее. То есть способов очень много. Но вы, наверное, сами обратили внимание, что у всех у вас способы были отличные друг от друга, да, они отличались. У каждого были способы по-своему оригинальные, по-своему интересные. Получается, что каждый из вас внес частичку, да, своей креативности в общее дело, чтобы написать 20 способов использования пустой бутылки. И это неспроста, потому что сегодня действительно мы поговорим о том, как это важно, учитывать мнение каждого ученика, чтобы оно было услышанным, чтобы ученик мог с помощью всех условий, которые создает учитель, эффективно учиться и достигать динамит. Итак, прежде чем мы перейдем к нашим темам, я думаю, тема достаточно интересная, но мне еще больше заинтересовала такая интересная фраза, фраза педагога Шаталова о том, что педагог не тот, кто учит, а педагог тот, кто чувствует, как ученик учится. Я думаю, что не каждый из нас, наверное, каждый из нас задавался этим вопросом, каждый из нас думал всегда, да, про себя, чувствую ли я своих детей, а понимаю ли я их потребности. И это, в принципе, нормально, да. Если мы все с вами, педагоги, которые хотим в голову детей вложить знания, хотим, чтобы они развивались, безусловно, всем из нас этим вопросом задавались. Также этим вопросом задавались известные, наверное, личности, скажем так, Аристотель, Платон, Сократ и многие другие. Об индивидуальности и особенностях каждого человека говорили уже с самого зарождения педагогики, как науки. Этот вопрос не утратил своей индивидуальности сегодня. Итак, структура нашего вебинара будет состоять, в первую очередь, конечно же, из небольшой теоретической части, где мы с вами рассмотрим особенности дифференциации, особенности составления дифференцированных заданий, а также посмотрим, как можно разрабатывать практично ориентированные задания на уроке. Коллеги, прошу, пожалуйста, на фейсбук свой. Если вас не затруднит, убрать звук. И практическая часть, и, конечно же, обратная связь. Итак, мы начнем с того, что, безусловно, все из нас каждый день заходят в класс, ходят перед собой десятки, а то и двадцать, третий, горящий глаз. Каждый из них чем-то заинтересован, каждый из этих детей о чем-то думает. И я думаю, что все, когда вы уже познакомитесь с классом, можете примерно сделать такую небольшую характеристику каждого из учеников. И обязательно в вашем классе будут лидер класса, решительный, уверенный в себе ученик. В то время, когда учитель считает себя главным, лидер класса, наоборот, считает, что он главный, что он все решает. Такие дети, конечно же, есть в каждом классе. Всегда есть ученица Золушка, самая прилежная, самая ответственная, которая будет сидеть, будет делать. В придачу еще у нее обязательно спишут. Такие дети, наверное, занимают большую часть класса прилежные. В основном это чаще всего девочки. Всегда есть у нас ученик-мечта. Не во всех классах, но в любом случае в наших мечтах он есть, который высоко мотивирован, который получает удовольствие от учебы. Не просто занимается, чтобы получить хорошую оценку, а получает удовольствие. Конечно же, есть ученик Соня. Для такого ученика существует самая главная цель – не заснуть на уроке. Причины могут быть разными. Кто-то унывает, кто-то устает, кто-то не выспался. И с такими детьми мы тоже работаем. И таких детей немало в наших классах. Очень с низкой мотивацией, которым лишь бы усидеть или, как говорим мы, протереть штаны. Ученик-партизан. Большую часть урока он проводит в режиме без звука. Без каких-либо комментариев и признаков жизни. Сидит, молча, тихо. Наверное, с такими учениками мы тоже сталкивались. И мы всегда в голове себе задаем вопрос, а понял ли он, сможет ли он завтра сдать СОР или СОЧ. Ну, вот такие ученики тоже есть. Все, конечно, эти ученики есть. Все они встречаются в основном во всех классах. Все они по-своему интересные, индивидуальные, талантливые. Каждый из них имеет природные способности. Я всегда говорю, нет, абсолютно не способных детей. Каждый ребенок в чем-то способен. Каждый имеет свой уровень социализации. Все это, безусловно, влияет на их успеваемость, на их роль в классе, на их работу в группах, на их участие во всевозможных конкурсах, ну, олимпиадах. И, наверное, сегодня нам, учителям, да, дана такая задача, под каждого подстроиться, к каждому найти свой подход. Задача педагога не только подстроиться, но и обеспечить каждому ученику условия для максимального развития его способностей, удовлетворения его познавательных потребностей. Так в чем же суть дифференциации, о которой мы сейчас каждый день все говорим? Говорим о том, что она важна, она нужна. Конечно же, нужно сначала разобраться. В теории и практике образования к дифференцированному обучению существует несколько подходов. Но наиболее традиционным именно для нас, да, представлен один подход. Это подход, когда мы делим детей по гомогенному или однородному, скажем так, способу, когда дети собираются в группах по, скажем так, равным интеллектуальным возможностям, да. И мы затем начинаем составлять задания каждой группы. Ну, чаще всего перед нами всегда выступают наиболее таких, скажем, всем, наверное, известные три группы, да. Если некоторые из вас до сих пор не могут определить способности учащихся, вы можете посмотреть, да, что группы делятся на три вида. Это сильные, средние, слабоуспевающие. Группы S, B, A или C, B, A. Итак, группа 1 – это сильные учащиеся, S, с высоким уровнем усвоения, с высокими познавательными способностями, умеют работать самостоятельно, выполняют задания, повышенные трудности. Вторая группа B – учащиеся со средним уровнем способностей. Для них необходимо создавать условия для продвижения, развития и постепенного перехода в первую группу. Работая с этой группой, нужно развивать способности воспитывать самостоятельность и уверенность в своих силах. Третья группа – это учащиеся с пониженной успеваемостью в результате их педагогической запущенности или низких способностей. Этой группе приходится уделять особое внимание, поддерживать, помогать, усваивать материал, да. Чаще мы к таким детям подходим на уроках, чаще мы обращаем на них внимание. Такие дети, не все, конечно, но довольно часто занимают, задают вопрос, переспрашивают. И таким образом, пока первая, вторая группа работают самостоятельно, эти детки, конечно же, всегда работают под сопровождением учителя. Но есть большой и, скажем так, большая такая и главная отцеленность учителей – это развить способности и возможности детей до такого уровня, возможности детей третьей группы, чтобы они перешли во вторую группу и стали учащимися средним уровнем способностей. Это, наверное, наиболее известная, популярная система дифференциации, деления на вот эти вот три группы. Но есть и другие, ведь, да, еще группы, когда мы делим детей, сейчас это очень популярно, да, не по уровню интеллектуальных возможностей, а наоборот, когда в группе перемешиваются сильно учащиеся, средние и слабые. Да, безусловно, наверное, многие практики скажут, что же тогда в этом случае делать слабому ученику. Он может просто просидеть, он может ничего не сделать, не поучаствовать. Сильные ученики вырвут, да, из рук эту инициативу у него. Но мы же тоже понимаем, что, да, когда собираются вот именно учащиеся с низкой мотивацией, мотивации, да, чаще всего иногда каждый из них может казаться или не проявить, или побояться. А так они будут тянуться. Наверное, такая ситуация успеха тоже для каждого ученика важна. Какие же бывают виды дифференцированных заданий? Давайте тоже на них обратим внимание. Ну, предварительные задания по уровню трудности. Мы только что об этом говорили, да, о группе А, группе В и С. И мы даем задания по уровню сложности. Дальше. Общие для всего класса задания с предложением системы дополнительных упражнений в возрастающей степени трудности, да, тоже можно использовать. Когда вы даете задание, к примеру, сначала прочитать, затем выписать, затем задать к нему толстые вопросы, затем интерпретировать, все это идут постепенно в возрастающей степени трудности. В этом случае у вас тоже происходит дифференциация. Дальше. Индивидуальные дифференцированные задания. Мы знаем, да, что мы тоже можем их создать для детей, опять-таки, с учетом их возможностей. Или же тоже здесь добавить дополнительные, да, упражнения. Групповые дифференцированные задания с учетом различной подготовки учащихся. Дальше. Упражнения с указанием минимального или максимального количества баллов. Я вот, кстати, очень часто предлагаю своим детям такие задания. Почему? Потому что, во-первых, сама могу проследить заинтересованность учащихся, мотивированность учащихся. И, конечно же, чаще всего большинство, да, больше процентов детей всегда стремятся к достижению больших баллов. Ну и есть такие, которые могут остановиться на малом. Значит, здесь уже тоже нужно подходить индивидуально. Дифференцированные задания с разной степенью помощи. Кстати, тоже такая есть дифференциация. И мы знаем, что эта дифференциация достаточно часто используется. Да, мы видим, когда даже задаем задания по группам, группа СТИ исправляетесь самостоятельно. Достаточно просто им дать задание. Мы можем один раз подойти, потому что часто вот такие встречаются, сильные учащиеся, у них могут произойти между собой какие-то недопонимания или разногласия, что это тоже, да, есть возможность решить, именно благодаря, ну, скажем так, благодаря вовлеченности учителя. И вторая группа. Здесь мы уже подходим чаще. Здесь даже иногда бывает такое, что мы, да, детям говорим, что зачем последовательно сделать. И третья группа – это группа, где мы в основном уже постоянно находимся с ними рядом. Ну, мы всегда сами прекрасно знаете, что мы сейчас работаем по критериальному оцениванию, и дескрипторы, которые мы с вами пишем, да, на каждый урок, для каждого задания, кстати, тоже являются своего рода, выполняют функцию деференциации. Потому что в дескрипторах, когда мы пишем группе B, у нас всегда немножечко меньше дескрипторов, да, если вы обращали внимание. У группы C уже чуть побольше, и группе A мы уже расписываем дескрипторы пошагово, потому что только так дети смогут достигнуть и выполнить, достигнуть результата и выполнить хорошо задание. Деференциация по степени самостоятельности, да, вот то, о чем я говорила. Дальше у нас идет диеференциация работы по характеру помощи, да, подсказки, карточки, карточки-помощники, которые тоже, конечно же, должны использоваться. В целом, можно сегодня сказать, что деференциация еще также делится на учебные задания по уровню творчества. Мы знаем, что задания делятся на два вида – репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные задания – это задания, которые в основном демонстрируют понимание, знание материала, когда ученик может ответить на вопрос. – Коллеги, пожалуйста, выключите микрофон. – Так, и задания могут быть репродуктивные и продуктивные. Но я думаю, не стоит на этом сильно заострять внимание. Все вы, наверное, эти задания знаете, но мы все всегда стремимся к продуктивным заданиям, да. Чтобы проследить, какие задания продуктивные и непродуктивные, мы можем обратить внимание на таксономию Блума. Кстати, эта таксономия была немножечко пересмотрена, и в нее, если вы обратили внимание, в эту пирамидку добавляется еще одна вот такая вот задача – это создавать. Значит, запомнить, понимать, применять – это у нас все идут на репродуктивные типы заданий. Анализировать, оценивать, создавать на продуктивные. Ну, конечно же, создавать, наверное, наиболее такая, да, одна из самых высоких, один из самых высоких критериев, которые показывают, как наши дети обладели знаниями, смогут ли они их использовать в практике. Итак, плавно мы переходим к заданиям, которые сегодня называются практикоориентированные. Мы прекрасно понимаем, да, что наше образование сейчас направлено на то, чтобы дети могли обладать функциональной грамотностью, могли свои знания применить в практике. И если вы обратили внимание, все наши учебники, вся наша программа, цели обучения говорят о том, чтобы ученик не просто знал, как это делается, или знал, как это пишется, а смог применить, смог использовать. Что из себя представляют практикоориентированные задания? Сущность их заключается в том, что это задание в построении учебного процесса на основе единства эмоционального, образного и логического компонентов содержания. Также заключается в приобретении новых знаний и формировании практического опыта их использования при решении жизненно важных задач и проблем. Дальше. Сущность практикоориентированных заданий также заключается в том, чтобы учащийся мог быть, скажем так, полноценным в творческом поиске. Это не просто познавание, да, это также и эмоциональная сторона, когда ребенок творчески развивается, показывает весь его творческий потенциал. Ну, как один из примеров я могу вам продемонстрировать такие интересные задания, которые я, по крайней мере, подготовила. Это задания практикоориентированные. Это задания, которые можно использовать на уроках. Безусловно, задания разделены на три категории. Да, это группа ABC. Задания составлены с учетом целей обучения. Ну, вот примерно вы можете посмотреть, да, какие я могу предложить задания. Тема в этом классе – туризм и экотуризм в Казахстане. Достаточно интересная тема. Мне нужно постараться не просто объяснить тему, да, а также сделать так, чтобы эта тема и материалы этой темы смогли способствовать каким-то таким профессиональным, творческим, да, возможностям учащихся. Развивать в них какие-то интересы к профессиям. Итак, группа А – это, да, слабая группа, мы знаем, учащиеся с низкой мотивацией, ну, с невысоким уровнем, скажем так, интеллектуальных возможностей. Этой группе предлагается представить себя в роли менеджера туристической фирмы и составить путеводителей для иностранцев по самым туристическим местам, как в Казахстане, используя в предложениях причастные идеи, причастные обороты. Задание несложное. Конечно же, мы позволяем детям использовать на уроках интернет, если есть такая необходимость, и чтобы изучить туристические места, дети могут зайти, посмотреть эти места, затем составить путеводитель для иностранцев, учитывать целевую аудиторию. Тут небольшая сложность добавляется в том, что использовать в предложениях причастные и депричастные обороты. И вот такое вот задание, то есть задание практикоориентированное, чтобы дети не просто узнали про туризм и экотуризм в Казахстане, а также могли составить уже готовый продукт. Группа BIM может написать рекламу на пресс-релиз к открытию эко-базы отдыха в Катон-Карагайском национальном парке, используя приемы воздействия на читателя. То есть уже рисует пресс-релиз. Этой эко-базы, в Катон-Карагайском национальном парке нет, то есть они должны сами уже разработать, спроектировать, какая это может быть эко-база. И таких эко-баз, в принципе, тоже примеров достаточно. Тоже могут обратиться к ресурсам интернета. Затем составить пресс-релиз и создать вот такой вот свой продукт. Группа CIM, это уже группа с высокой мотивацией, с хорошими способностями. Детки в основном сильные в этой группе сидят. Им предлагается следующее задание. Разработать свой коммерческий проект эко-туристического маршрута по Казахстанайской области с использованием односоставных предложений. То есть здесь у нас уже идет немножечко другая, скажем так, задача. Дети разрабатывают свой проект. Чтобы разработать свой проект, дети, во-первых, должны его сначала спроектировать, смоделировать, опять-таки рассмотреть, какие в Казахстанайской области вообще возможны места для эко-туризма. Может быть, этих мест в принципе еще и нет, но они могут рассмотреть эти места. Потому что мы знаем, да, эко-туризм, это туризм с пользой для природы. Да, то есть здесь дети могут уже обратить внимание на какие-то экологические, где необходима эта помощь, и вот создать свой проект, который в дальнейшем могли бы они там презентовать где-нибудь, да, в Акимате и так далее. Обратите внимание, что все задачи, все задания составлялись строго с учетом целей обучения. То есть цели обучения у нас, ой, это владение словарным запасом. Я сейчас просто говорю как учитель русского языка, но вы просто, да, должны тоже понимать, что если вы составляете тактико-ориентированное задание, они должны обязательно соответствовать вашим целям обучения. Таким образом я представила вам небольшую такую, да, свою, скажем так, работу, как я работаю. Мы обсудили с вами, что такое дифференциация, какие виды дифференциации существуют, что из себя представляют практико-ориентированные задания, в каких случаях они могут использоваться. Поэтому сейчас мы можем, нам нужно уйти на небольшую практическую часть. Я разделю вас всех на сессионные залы. Вам не будет у нас, давайте, групп, задания для каждой группы заданий, будет для всех одинаковое. У вас в сессионных залах сейчас соберутся у учителя разных предметов, поэтому я предлагаю вам как-то сориентироваться. Может быть, даже получится ставить интегрированные задания, может быть, получится определиться с каким-то одним предметом. Ну, тут уже, как говорится, сейчас вам нужно будет, коллеги, с тем сориентироваться и поработать. Вам необходимо составить практико-ориентированные задания для трех категорий групп ABC, о которых мы сегодня говорили, по выбранным вами предмету и теме урока. Время выполнения 8-10 минут. Вы должны выбрать участника, который презентует задание. Вместе с тем, доступ, транслировать экран есть у каждого из вас, поэтому желательно представить свою работу либо в борде, либо в презентации, как вам удобно. Поэтому здесь, конечно, будет удобнее, если вы сидите не за телефонами, а за компьютерами. Но большое здесь будет такое внимание уделяться тому, чтобы вы использовали все, скажем так, признаки практико-ориентированных заданий в своей работе. Давайте еще раз посмотрим, какие же эти признаки у практико-ориентированных заданий. Это деятельностные задания, то есть обязательно должна быть какая-то деятельность, а в результате деятельности мы с вами знаем, что получается всегда продукт. Дальше. Моделируют практическую жизненную ситуацию, строятся на актуальном для учащихся материале, дальше реализуют творческий потенциал учащихся и соответствуют целям обучения. Поэтому, когда вы уже начнете составлять, можете пару целей накидать. Конечно, если у вас их прямо с собой сейчас рядом нет, хотя бы вспомнить, да, какие-то цели. Ну что, коллеги, я думаю, задание всем понятно. Я сейчас запущу сессионные залы. Так. Запущу сессионные залы. И сессионные залы будут работать хаотично, поэтому я, к сожалению, не знаю, кто куда попадет, но я думаю, тем интереснее. Так. Остановлю сейчас демонстрацию. Итак, сессионные залы. У нас участников сегодня 29. Я думаю, в принципе, 4 сессионных залов будет достаточно. Итак, я обязательно сейчас протранслирую еще раз задание. Что вы должны сделать? На что вы должны опираться? И затем мы приступим. Итак, все, можете приступать, пожалуйста, коллеги. Переходим в сессионные залы. Время выполнения задания 10 минут. Коллеги. Итак, работа в сессионных залах закончилась. Я заходила и слышала, что некоторые залы очень активно обсуждали, делились своим опытом, своим мнением, что тоже, конечно же, очень-очень хорошо. Итак, нам необходимо было с вами составить обязательно практикоориентированные задания с учетом вашего предмета, ваших целей обучения. Я просила вас учитывать критерии практикоориентированного задания, к которым относились, да? Следующие отличительные признаки – это деятельностные задания, моделируют практическую жизненную ситуацию, строятся на актуальном для обучающихся материале, реализуют творческий потенциал учащихся обучения. Итак, пожалуйста, какой зал готов представить свои задания? Давайте начнем, наверное, с первого зала. Я остановлю демонстрацию. Вы можете демонстрировать свой материал и рассказать, какие задания подготовили вы. Первый зал. Так, я видела, в первом зале были Инна Армановна, да, если не ошибаюсь. Давайте вам подскажу тогда, чтобы… А то вдруг вы не сориентируетесь. А, Герма Пермана, мы тут сомневаемся, третья группа, которые были совсем пассивны. Ага. Видимо, они, ну, в общем-то, давайте вместе определимся, правильная линия. Например, на уроке казахского языка «Рассказ урмекши по мосту Акарлагаш». Ну, это про то, чтобы воспитывать предолюбие. И вот здесь мы вообще-то прочитали с детьми, и после этого нам нужно задание. И вот эти задания для группы А предлагаем задание. Написать на основе этого проекта, после чтения, написать другу письмо, какое получил впечатление. Это для группы А, после чтения вот этого рассказа. Второй группе Би мы предлагаем на основе… Так, дать детям мультфильм, но дать его без звука, чтобы дети сделали дубляж. Это же языковое у нас, языковое направление, лингвистическое. Поэтому наша задача еще не то, что… Не только мыслить, но и говорить. Поэтому мы дубляж. Но при этом озвучить на современный лад. Это для группы B предлагаем вариант. И для третьей группы, наверное, мы бы предложили вот такое задание. Что нужно для того, чтобы приучить детей к труду, написать рекомендации для одноклассников? Это для группы C уже. Рекомендации для ДАСИ. Написайте рекомендации. Вот такие ориентировочные задания. Это вот так. Спасибо большое, Роза Иркана. Но вы сами, наверное, коллеги обратили внимание, что задания все имеют конечный продукт. То есть это где-то дубляж. То есть опять-таки развиваются не просто творческие способности, но уже и предрасположенность. Может, в будущем кто-то будет использовать и будет заниматься какими-то анимационными фильмами или еще чем-то. И у него уже готовы есть какие-то задатки. Дальше, когда пишут рекомендации, опять-таки тоже продукт, который можно потом повесить. И дети будут его использовать или следовать этим рекомендациям. Конечно же, все признаки практико-ориентированных заданий в заданиях вашей группы есть. Итак, спасибо большое. Следующий, кто готов продемонстрировать свои результаты? Так, давайте рассматриваем нашу группу. Первая у нас была. Так, минуточку. Презентация. Мы взяли два предмета, так как у нас были представители предмета английского языка, учителя английского языка и биологии. Итак, вот мы взяли английский язык, тема туризм, класс девятый. Мы взяли два блока, чтение и аудирование. Чтение, группа А, прочитать текст и ответить на вопросы, предложенные в учебнике. То есть это базовое задание, которое предлагается в учебнике. Группа Б, прочитать текст и составить тонкие и толстые вопросы. Здесь уже подумать и составить свои вопросы. Далее можно обменяться этими вопросами и на них ответить. Следующая группа С. Здесь уже составляем диалог согласно содержанию текста. Здесь уже, используя лексику, используя информацию текста, мы составляем свое, скажем, свою работу. Свою разработку диалога. И представляем, естественно, в классе устно это все проговаривая. Далее по блоку аудирования можно предложить следующие задания. Здесь немножко в порядке от повышенной сложности к пониженному получалось у нас. Значит, группа А. Выберите правильный ответ из трех предложенных. То есть учащиеся могут прослушивать текст, могут просматривать видео и затем выполнять задания на проверку понимания. Допустим, в форме теста. Ответить на вопросы и выбрать один верный из предложенных. Далее группа Б. Отвечают на предложенные вопросы. Здесь уже дают развернутые ответы на вопросы. И третья группа расставляет предложения в логическом порядке, соответствующие тексту или видео, просмотренному. Вот такие задания по предмету английский язык. Далее предмет биологии. Так, коллеги, кто представит? Здравствуйте, меня слышно? Да, да, я слышно. Здравствуйте. Предмет биологии, тема МИТОС и МИОС. Девятый класс группа А, первая группа, так как им нужно будет легкое задание, я бы присмотрела им такое задание. Просмотреть видео и определить отличие МИТОЗа от МИОСа. Группа Б. Просмотреть видео и дать определение стадиям МИТОЗа и МИОСа. Группа С. Изобразить стадии МИТОЗа, МИОСа и также их описать. Итак, спасибо большое, уважаемая группа. Хочется отметить, что дифференциация, конечно же, в ваших заданиях присутствует. Все задания очень хорошие, интересные. Но вот как небольшая рекомендация, можно было бы немножечко в практику идти. Вот даже про биологию, да, взять МИТОС и МИОС. Как бы в практике дети это использовали? Должен быть не просто изображено посмотреть, а создать, приготовить, что-то сконструировать, смоделировать. Понимаете, все, что связано с продуктом. Этот продукт должен желательно быть материальным, чтобы мы его могли потрогать, пощупать. Но все равно очень хорошие, интересные, дифференцированные задания у вас получили. Спасибо большое. Так, и следующая группа у нас была. Так, эта группа, я вот запомнила, там только желтый сайт Тулин Нес. Тоже очень бурно обсуждала что-то эта группа. Кто в вашей группе готов представить? Коллеги? Сейчас, Евгения Ивановна, одну минуту. Транслируйте, хорошо. Получилось у вас? Да, я просто сейчас подключаю, чтобы показать презентацию. Хорошо. Друзья Сериковна у нас немножечко время поджимает. Если можно, более кратко. Все будет достаточно кратко и демистративно. Так, пока не видим мы вашу трансляцию. Может, не получается транслировать у вас? Да. Почему-то не получается. Железай Световна, тогда можно, пожалуйста, хотя бы прочитать, рассказать быстренько, потому что время немножко поджимает у нас. Давайте я просто камеру включу и просто буду показывать. Давайте, хорошо. Выход из себя называется. Вот. Энкология. Я очень люблю. Выход из себя. В группе. Выход из себя. Выход из себя. Выход из себя. Продолжение следует... 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 Да, виним родителей, там еще что-то, но мы иногда забываем о себе, ведь именно от нас зависит, насколько будет интересен этот сам процесс поглощения знаний, насколько интересны будут нами методы, подобраны методы обучения, которые заинтересуются максимально на весь урок или вообще вызовут какой-то интерес к изучению, более глубокому изучению предмета. Все это зависит от нас. Поэтому я думаю, что сегодняшнее занятие было таким небольшим для вас практикумом, где вы не только узнали, но и смогли сами вместе с коллегами в практике использовать эти задания. Я надеюсь, что эти задания вы будете применять максимально часто на уроках. Сейчас прошу вас всех перейти по ссылочке и постараться дать небольшую такую свою реакцию, обратную связь. Мне она тоже очень нужна. Я перекину эту ссылку в чат, поэтому, коллеги, пожалуйста, заходите и ответьте там на пару вопросов по результатам семинара. Всем большое спасибо, что присутствовали, что работали.